сегодня у нас парфюмерный обзор по теме который я вам уже давно обещала им теперь я наконец-то созрела вам рассказать сама все распробовала попробовала разложила по полочкам сейчас попробую донести до вас это у нас парфюмерный дом элдо или если полностью это от ливо д'оранжа или если перевести это что-то типа свободная оранжевая республика наверное есть это во франции такая да я вообще долго обходила стороной данный парфюмерный дом и бренд как бы мне казалось не совсем интересно не совсем заманчивые эти ароматы так как знакомство у нас началось с самого наверное эпатажного и самого такого неоднозначного аромата у этого парфюмерного дома это сриен я вам сейчас все расскажу это вообще аромат моего мужа но как вы видите он достаточно хорошо пользуется но после вот этого аромата желание знакомиться дальше у нас как-то отпало то есть есть вот этот аромат и хватит и тут я где-то начиталась то ли отзывов то ли чего-то каких-то обсуждений решил заказать пробники и по счастливой случайности одна девушка продавала прям целом сетом практически здесь собрана вся коллекция и распробов эти ароматы все-таки как я ошибалась и много ароматов те которые запали в душу и которые я уже хочу приобрести один аромат я уже приобрела себе он уже у меня вот и давайте все по порядку я вам расскажу что же мне понравилось что не понравилось во первых я хочу предупредить то что вот этот парфюмерный дом славен тем что он преподносит нам свои ароматы таким эпатажным образом придумывает такие неоднозначные какие-то названия своим парфюмом и сопровождая такими же неоднозначными картинками так как меня смотрят дети я скорее всего переводить название не буду стараюсь обойтись обойти все острые углы я надеюсь вы поймете про что я говорю и вообще я для себя сделал вывод то что название аромата и картинка совершенно никаким образом не совпадают с содержимым то есть дворцовые пусть будут путаны да они совершенно ангельские создания я в них влюбилась просто с первого занюха и королевский туалет у нас тоже пахнет великолепно поэтому давайте не будем привязываться к названиям и как бы абстрагируемся от них потому что я вообще сделал вывод то что название и очень сильно мешают сосредоточиться на самом аромате давайте уж начнем про тот аромат про который я вам уже начала говорить от риен этот аромат сразу оговорюсь аромат которым пользуется мой муж я вообще не представляю как этот аромат можно носить и нанести на такое божественное создание как женщина на самом деле он заявляется как унисекс аромат давайте сейчас его обновим потому что давно уже не пользовались и не муж не я его давно не обоняла как забросили маленчик его знаете вот с высоты теперешнего моего парфюмерного опыта я даже чуть-чуть брызну побольше он мне не кажется уже настолько как сказать вонючим и каким-то сильно эпатажным или каким-то странным какие у нас ноты здесь заявлены заявлены здесь у нас кожа и рис альдегиды то есть в принципе такие ноты которые в большинстве случаев дают такое всегда странноватое звучание я всегда опасаюсь альдегидов в купе с какими-то либо кожаными либо пудровыми нотами вот это тот случай когда здесь вроде все по отдельности ты вкусно пахнет но когда ты вот подносишь к носу я помню то что когда мой муж носил этот парфюм ему делали комплименты вообще конечно адские то ли от кого цитона пахнет то ли бетоном то ли еще чем то то есть ну как бы со стороны аромат этот людям людьми воспринимается как-то не очень адекватно не очень позитивно поэтому отложили мы его в сторону но вот на самом деле какой-то он очень резкий очень грубый очень такой кожа какая-то с какой-то синтетической пропиткой здесь какая-то лакокраска на самом деле ацетон но нет сильной красоты я в этом аромате к сожалению не чувствую хотя сейчас на мой нос он более уже носибельный что ли более такой и и имеющий место быть что ли ну нет все таки что касается этого аромата то это скорее аромат на любителя и если у кого есть коллекции напишите мне кто его носит вашей семье вы или муж и вообще кто знаком с этим ароматом напишите мне ваши эмоции но вот из пузырёчка нюхай что в принципе так вроде себе ничего но вот нанеся на блотер я не рискну конечно носить на кожу сейчас не буду может быть как-нибудь следующий раз на самом деле пахнет и какой-то вот такой вот прям стройкой что ли и краска здесь свежевыкрашенный как какие-то вот то ли доски то ли еще что то нет не будем себя насиловать пойдемте дальше да ребят я конечно про то что мы себя насиловать буду погорячились потому что следующий аромат который мне попадается под руку да этот очень нашумевший аромат этот аромат который вызвал бурю дискуссии бурю обсуждений бурю негативщины и единицы наверное только те которые защищают его это вот смотрите какие у меня пробнички с распылителем все как я люблю это конечно же секре сион манифик да я не буду переводить наверное вы сами уже знаете про что это повторюсь меня смотрят дети но это тот аромат который на самом деле наверное очень прививает ассоциации то есть когда вы знаете название уже подсознательно уже у вас вы еще не нюхай не понимаю аромат у вас уже негативные эмоции возникают но этот один из тех ароматов которые на самом деле вызывает какие-то даже извиняюсь рвотные рефлексы я его предложила понюхать моему мужу не обозначив название и то же самое побежал смывать это все дело то есть на самом деле пахнет непотребно мне пахнет к многим другим опять же как какой-то металлический привкус какой-то металлический кровяной что ли в пирамиде в принципе заявлен компоненты все такие ничего дурного за собой не влекущие это ирис сандал молоко кокос водоросли но все вместе это создает на самом деле запах вот чего-то такого человеческого непотребного что я не знаю как это можно носить на себе это очень неприятно это создает ассоциации вот именно какая-то кровь железо что-то вот такое вот мы то и возможно не мы то и надушины не знаю но что самое интересное когда вот эти вот кровяные железные ноты улетучиваются очень остается приятный шлейф но чтобы дождаться этого шлейфа вам нужно пережить час два три то и полдня не совсем адекватного аромата поэтому я считаю то что как истинный парфюмоньяк познакомиться я с ним должна была тоже эти люди которые интересуются парфюмерии больше чем простой пользователь да тоже познакомиться с этим ароматом должны потому что это как скорее всего как произведение искусства как из простых компонентов можно сделать настолько правдоподобный аромат чего-то человеческого какого-то непотребного да такой на себе я носить не буду не буду ни я не муж но по крайней мере в пробирочки его для себя оставлю и иногда буду так вот понюхивать и делать какие-то выводы не знаю может что-то изменится следующий ребята аромат все намного вкуснее началось так что мне кажется скач у нас закончился это тильда свинтон это аромат про тыковку этот аромат у меня вызвал намного кардинально другие эмоции этот аромат который я хотела бы иметь в своей коллекции он очень показался не похожим на что-то что я уже когда-то слышала именно тем что здесь заявлены ноты тыквы я кстати не знаю ни одного другого парфюма если вы знаете какой-то интересный вкусный аромат с ноты тыквы напишите мне об этом но это знаете такая тыква вот просто когда нюхаешь этот аромат и сам флакон он такого оранжевого цвета мне представляется просто огромная такая тыква которую несут в какой-то яркий праздничный дом чуть ли не там не какая-то ведьмочка живет и из этой огромной оранжевой тыквы пекут какой-то праздничный огромный оранжевый пирог здесь и корица чувствуется и ваниль чуть-чуть чувствуется скорее всего какая-то вот сухотраве какой-то есть возможно бессмертник я его начал вычленять в пирамиде аромата что создает терковатый горьковатую маленько нотку то есть ассоциации создаются у меня не знаю ни больше ни меньше не могу ничего сказать это огромный тыквенный пирог тыква сладкая спелая я кстати не больно сильно любитель тыквы но вот такое прочтение аромата мне очень мега нравится аромат яркий жизнерадостный позитивный я даже не знаю на какое время года подойдет мне кажется он подойдет на любое время года здесь нет не сильной яркости не сильной сладкости не сильно какой-то удушливости то есть он достаточно спокойно создается ощущение то что вы из духовки вынимаете вот этот вот яркий праздничный тыквенный пирог его разрезаете вот этот аромат окутывает вас обволакивает и дарит вам мега счастье следующий аромат про который я вам хочу рассказать это у нас essence bubble gum переводишь что-то типа ладан и жвачка то есть тоже что-то такое несовместимое попытались совместить в одном аромате сегодня нанесла еще разочек на руку вот тот аромат который мне скорее нет чем да никакого ладана здесь я не учувствовала никакой жвачки здесь тоже не учувствовал вообще а такая жвачная нота она очень интересно слушается сидит до в ароматах мне даже черная орхидея форда и отдает чуть-чуть жвачка я люблю такое жвачное направление здесь жвачка не пахнет мне здесь пахнет какими-то переспелыми уже чуть-чуть начинающими так вот отдавать сок маленько под под маленько портится фрукты персики абрикосы вот нектарины что-то вот такое когда в аромате такая вот присутствует нота которая дает вот такой вот подгнившие подпортившие фрукты я это не люблю я обожаю персик когда он плотный тугой или персиковую кожурку это вот это классно но когда вот это вот уже начинает перебраживать это мне не нравится и вот здесь как раз вот эта нота и какой-то дымок тоже непонятный то есть это не ладан а возможно даже вот какой-то сигаретный что ли дым то ли пепельница бывает вот такой вот запах не совсем приятный моему носу все вместе это еще хуже какая-то одна девушка на фрагрантике написала то что ей пахнет вермутом я бы сказала даже знаете как пахнет каким-то дешевым крепким алкоголем который даже вот такой вот чуть-чуть отвращение вызывает то есть в принципе это все нормально это вам не первый не второй аромат здесь все достаточно прямолинейный спокойно он сильно сладкий он сильно такой вот с оттенком перебродивших фруктов это скорее всего аромат на любителя то есть многим нравится многие здесь чувствуют лады многим чувствуется жвачка многие восторг от этого аромата мне нет мне маленько другие ассоциации поэтому это тоже скорее нет чем да но сами знаете то что вкусы меняются и ароматы сами мне кажется все равно меняются когда постоят то есть это как бы первый вердикт если что-то изменится я вам дам знать следующее это опять же нашумевший аромат джасмин и сигареты я его нанесла себе на руку опять же скажу то что название для меня совершенно не оправдывает содержимое никаких здесь сигарет я не чувствую никаких пепельниц которые вот многие унюхивают в этом аромате для меня это спокойный такой даже я бы сказала акварельный жасмин возможно какие-то возможно жасминовые кусты после дождя такие они не сильно сладкие не сильно дурманющее не сильно переслащенные достаточно спокойный жасминовый аромат есть какая-то дымная такая вот табачная нотка но это не сигареты это возможно трубочный какой-то табак возможно даже тот же самый ладан то есть в вкупе все это звучит очень гармонично очень приятно носа но мне как-то скорее скучновато что ли он такой не даже асмин не до табак отвращение никакого нет ничего такого что заявлено то есть прям вот некоторые пишут то что прям вот сырую пепельницу какую-то вот чувствует что туда добавили не знаю чего какого-то жасминового экстракта но это надо сильно развить свои свое воображение чтобы такое представить на мне это просто спокойный жасмин с какой-то легкой табачной ноткой но мне чего-то не хватает в этом аромате и также ну не туда не сюда не знаю не сильно впечатлил но и не разочаровала следующий аромат который мне понравился очень рели бери мега супер правда тот аромат который я хочу себе в коллекцию это брэ блонда настоящая блондинка у этого аромата также сколько любителей столько ненавистников кому-то прям супер нравится кому-то не очень нравится для меня он очень такой ну да на любители это сто процентов во первых меня заинтересовала в нем пирамида там перемешано все что только можно как обычно у этого парфюмерного дома там шампанское альдегиды персики и замши и миры и кожи и чего только нет то есть сразу пирамида привлекает внимание когда вы нюхаете первое что бьет вам нос это пузырьки шампанского я не знаю есть такое понятие в персиковое шампанское либо рядом персики либо вы пьете шампанское закусываете персиками либо вы пьете шампанское вместе с персиковым соком то есть здесь вот эти два компонента идут рядом очень милейшее звучание я просто покорена кому-то кажется то что как бы от вас пахнет алкогольными нотками как будто вы выпили то есть там на работу или куда-то в люди в этом аромате стесняются идти нет такого у меня такого таких эмоций нет то есть алкогольные нотки вполне себе приемлемые и удачно садятся на кожу и никакого перегара или еще чего-то такого это опять же полет фантазии каких-то самых в самых фантазийных посетителей фрагрантики у меня такого нет напишите мне может быть у вас другие эмоции что я могу сказать аромат очень изменчивый то есть он стартует по одному сидит по другому все заканчивается все вообще еще лучше такой он вообще не простачок и это настоящая блондинка совершенно себе не простушечка переноски это нас игре игристо игривый шампанское переходит в более что-то такое благородный более глубокое тоже какая-то становится возможно коньяк потом у нас переходит все это в какие-то кожаные ноты я не знаю как это объяснить как за из одного из одного состояния аромат трансформируется в другой потом у нас вступают вход пачули и на моей коже аромат заканчивается все вообще великолепной песни мне он напоминает один в один нуар нуар мой любимый один из моих любимых ароматов от том форда ну возможно как-то он менее интенсивно звучит так как это у нас уже база это уже послед от аромата но когда я впервые ощутил вот эту базу на себе думаю господи на что же это похоже такое прям вот очень очень близко к сердцу меня осенил то что это нуар дэнуар от том форда больше я таких эмоций таких впечатлений таких комментариев ни одного ни от кого не слышала если у вас есть возможность пожалуйста потестите да подождите до конца либо я не знаю может быть это мое личное восприятие это лично мне так кажется но именно из-за этого этот аромат я себе хочу этот аромат меня покорил влюбил и да следующий аромат который тоже мне в принципе больше понравился чем нет это tom of island я не знаю почему его позиционирует как чисто мужской аромат для меня же он наоборот показался чисто женским это такое нежнейшее сочетание всего такого несочетаемого опять же что на мужчине я его представить себе ну не могу это мягко сказано ну даже не знаю какой стороны на мужчину это усадить опять же я не буду вам говорить что хотел сказать автор если вам интересно почитайте пожалуйста про что этот аромат на самом деле я вам буду рассказывать что я чувствую на старте что нас встречает нас встречает очень нежная кремовый сливочный просто воздушные даже искал пудровые замши я не знаю есть такие сочетания вообще в парфюмерии но мне этот аромат настолько кажется мягким воздушным прям просто как воздушное кремовое облачко как сахарной вата вот это такое невесомое какое-то звучание я совершенно понимаю как это усадить на мужчину но если только на не до мужчину возможно не знаю потом что в пирамиде заявлено что-то такое вот сосна береза я уже не помню вот какое-то дерево это дерево дает знаете какой привкус мне привкус резиновой перчатки вступают какие-то хвойно-березовые такие вот древесные ноты дают вот такой вот интересные ассоциации но вы представьте как пахнет резиновая перчатка нового она пахнет достаточно приятно какое можно сделать резюме резюме можно сделать то что это очень нежный воздушный кремовый кожаный аромат и кажется даже он больше летний весенний такой я не понимаю еще раз почему его назвали мужским он достаточно ванильный достаточно даже я бы сказал такой сгущеночный что ли но вся эта сладость она очень сдержанная очень умеренная совершенно не напрягающий нос моему носу очень приятно и я бы скорее его хотела такой аромат своей парфюмерной коллекции имеет тем более такая вот интересная интерпретация вот это вот резиновые перчатки мне очень она понравился ни в одном аромате я не встречала такого вот послевкусия следующий аромат который в принципе тоже достаточно приятный показался моему носу это на елю балкон рождество на балконе и сразу почему ассоциации с новым годом почему-то когда в аромате присутствует имбирь и какие-то корично пряничные нотки вот это из этой же серии чувствуется знаете такой имбирный пряник с какой-то с апельсиновой цедрой аромат такой достаточно спокойный не кричащий коржик коричный ванильный имбирный возможно вот этот пряничек человечек чуть-чуть присыпленные вот этой ванильной пудрочкой очень приятный аромат медовый такой вот но он не гурманский он достаточно спокойный совершенно не напрягающий его даже можно мне кажется и на работу куда-то надеть и в детское учреждение без проблем ничего эпатажного ничего с ног сшибающего ничего такого сверхъестественного приятный имбирно пряничный кто такие любят ароматы то тому наверное понравится так следующий у нас аромат это archips 69 этому аромату я бы тоже скорее сказала да чем нет очень необычный про паприку да это паприка это перец но настолько аромат опять же такой вот метаморфозный видоизменяющий стечение носки то что я даже с трудом могу сказать про что он конкретно стартует он достаточно как-то аптечный камфорно что ли то есть это вы зашли до в аптечный киоск но аптечном киоске еще и кондитерский до кучи продают зефиром с шоколадом с какой-то выпечкой вот это все вместе то есть вы купили все что надо в этой аптеке вышли и тут у вас значит уже восточный базар но специи они не такие вот кухонные что ли придающий аромату такую пикантность остринку перчинку то здесь чувствуется паприка этот красный перчик все это так вот я не знаю как то намешано но вместе с тем остается достаточно лаконично гармонично никакого такого вот вот взрыва мозга того что вы купили и зефира и капли в нос ментоловые какие-то и рядом и перец паприка то есть вас никаких отрицательных эмоций это не вызывает все как будто так и надо здесь вот как раз в отличие от бубль гума и ладана аромат здесь вот как раз чувствуется даже та же самая жвачка фруктовая то есть но вот намешано все что только можно наверное намешать и все это выглядит настолько заманчиво и приятно что этот аромат на самом деле хочется обонять вникать вычленять какие-то новые ноты и на самом деле его хочется иметь в своей коллекции то сливовое варенье проступает то какой-то лакокрасочный мне этот оттенок выдает то есть на самом деле вот настолько он и изменчивый настолько интересный то что мне вот только ради парфюмерных экспериментов с удовольствием бы хотелось иметь его в своей коллекции тут и дымок тут и ладан проскакивает и опять к этой мысливе возвращаемся то сливы у нас недоспевшие то она уже разлагается опять к нам эти зефиры возвращаются то есть вот скорее всего даже вот на коже когда вы усаживаете аромат на кожу он совершенно по-другому потому что я вот помню когда я его тестил на коже мне было больше зефира сейчас мне больше аптеки перца скорее всего зависит также от погодных условий и от температуры вашей кожи да вот горячая она или холодная однозначно никакого у меня вердикта к нему нет то есть о чем ну вот как могла рассказал да но мне однозначно он интересен и приятен то есть это не те парфюмерные эксперименты как вот допустим возьмем да вот этот риен да что вот вам не совсем приятно надо надо вникнуть надо разузнать о чем же аромат нет здесь все намного приятнее и изучать этот аромат вам будет также приятно так девочки и мальчики на сегодня это все в следующей серии нас ждет вот еще смотрите сколько много ароматов и покажу я вам тот аромат который я все-таки купила я вам да про него расскажу про моего любимца безумного опять же этой осени я надеюсь вам было интересно пожалуйста дайте мне знать если вам было интересно поставьте мне пальчик вверх обязательно жду ваших комментариев обязательно хочу послушать вообще что народ думает про эти ароматы кто-то может быть со мной не согласен кто-то может быть что-то мне посоветует так не забываем подписываемся в инстаграм мой новый инстаграм все ссылки оставлю там где у меня поделилки кто еще пока много чего есть наличие но милики разлетаются очень быстро подписываемся везде где вы меня можете найти пожалуйста давайте общаться давайте обмениваться парфюмерными опытами я только очень буду за и только очень буду рада но все ребят всех люблю целую а